Как всегда, выход в сад у меня начинается с прихожей. А у нас тут цветы, цветы, цветы. Еще смотрите, сколько бутонов будет. Из новеньких, эти я вам показывала. А из новеньких, вот, какие цветы. Очень интересный тоже. Накрас и сорт. Смотрю, лимон, крем. Лимонный крем. Красивый. Воскресенье, 10 часов. На градуснике 14. Солнышко. Тишина, птички поют. У всех цветут абрикосы. Вчера был сумасшедший дождь. Земля мокрая, но мне надо идти работать. Сад сейчас красивый. Все пролило хорошо. Сегодня утром попробовали нашу спаржу. Ее хоть и немного, но мы почувствовали вкус ее. В магазине мы как-то ее не покупаем. А когда сам вырастил, то вдвойне прикольно. Очень вкусно получилось. С сыром, с пармезаном. Вкусная спаржа. Хоть и выходной день, но я иду работать. Вчера посадила... Да, вчера успела посадить еще баклажаны. Ничего не снимала, потому что у нас была уборка в доме. Вот так все после дождя, видите. В дороге. И вот они, баклажанчики. Лук, порей, чеснок. Из бульбочек. И баклажанчики. Вот они вот так все стоят. Все нормально. Перцы. С ними тоже все в порядке. Вот это острый. Там сладкий. Все хорошо. Мне сегодня надо завершить мои огородные дела. Осталось... Эту клубнику уже трогать не буду. Она уже пошла в рост. Здесь я кабачки посажу. Горох уже смотрите какой. Дождик был хороший. И вот этот участок мне надо убрать. И здесь посадить огурцы. Чуть позже расскажу вам, почему я все так делаю. Рано. Видите, ворона ходит. Тоже мне помогает. Иногда я думаю, что у меня там какой-то падеж. Они же клюются. Памельерчики. После такого полива. И все с ним очень видно. Я всегда такими маленькими посаживаю. Птички поют. Красота. Красота. Все такое яркое. Чисто. Самая любимая моя пора. Газончик, которым я занималась. Круг зарастает. И тут. Помните, у меня такие лысые пятна вали? Все-таки получился изумрудный газон. Я так настраиваюсь на работу. Эти краски невозможно пройти просто мимо тюльпана. Которые были у бутончики, уже раскрылись. Гиацинта. А вот тот последний. То, что я показывала. Темный такой был. Вот такой цвет. Насыщенный. Обалдеть. Тюльпан будет тоже красный. Один из ранних. В общем, пока не насмотришься. А вот они, мои мускарики. Смотрите. Я в этом году прозрела. Оказывается, они листов свои на зиму не сбрасывают. Она вот так вот всю зиму была. На листовом. Мелка. Турецкая гвоздика скоро тоже не берет силу. Там тюльпашки, там морозники. Я взяла серу коллоидную. Еще под кусты пацаны. Немножко подцеплю. Турецкая гвоздика, фатиния, перец, лёкотоя. Для них. Посмотрю, может, еще где-то. Это у меня с прошлого года. Кабачки и огурцы. А это я в этом году купила. Кабачков много не надо. Потом не знаешь, куда девать. Пару лунок посажу. И огурчики, которые из Болгарии привезены. Корнишоны. И такие длинненькие. Длинненькие. Вообще классные. Мне понравились они. Тоже быстро очень дают плоды. И такие. Долго, в общем, они плодоносят. Здесь у меня уже чистый участок. Вот сюда я посажу кабачки. И солнышко как раз сейчас уже сюда заходит. И все будет нормально. Они у меня здесь растут. В прошлом году сделали большую ошибку. Посадили сюда бобы. Они как маханули. И тут стенка получилась. И кабачки плохо развивались. В этом году уже делать так не будем. Ближе к краю посажу кустовой. Он не так бы тянуться. А это цукини. Цукини мне нравятся. Это с прошлого года. Высыплю все семена. А самые потом сильные оставлю. Вот так циолит насыпала. Осталось посадить семечки. Дочки посажены. Перехожу на этот участок. Тут у меня спаржа, которую мы вчера срезали. Оно еще растет тут. Там хрен. А с этой стороны на сетку должны плестись огурцы. Тут все вычистила. Сорняку брала, окучила. Спаржу. Тут у меня 8 кустиков. Вот еще лезут. Толстенькие можно срезать. А тоненькие пусть растут. Там еще и с корня пойдет срам. А тут уже я умки сделала. Сейчас буду огурчики высаживать. В этом году все рано высаживаю. Сейчас буду чередовать. Эти хорошо приживаются. Эти похуже. Ну и надеюсь на тепло. Вот так. Две через две. Длинненькие. Такие семена корнишоны обработаны. Каждое семечко. Ну все. Прикакаю. Калужа вылазит. Я здесь подсыпала. Сиди под кустики. И сейчас все это пролью. Потому что мне не нравятся их листва. Ну и заодно посмотрю, как. Какая будет реакция на такую подкормку и подкисливание. Все, мы закончили сегодняшнюю работу. Сейчас пойду быстренько вам покажу результат. Здесь подкислило. Все в цвету. Невозможно ходить. Везде красота. Так, пойду отсюда. Муж дочистил здесь участок этот. Все без сорняков у нас. И я прошлась везде вдоль забора. Тут у меня шалфей, не знаю. Наверное, в тени он все-таки не будет расти. Хоть я и посадила. В прошлом году он вроде бы принялся. Посмотрим, как дальше будет. Жасмин еще больше расцвел. Это гейхеры, которые я посадила. Там я укорачивала кустик. Посадила. Так, тут у нас все чистенько. Тут чистенько. Тут бадан. А вот этот угол, помните, я в прошлом году приводила в порядок. Магония под уголистная. Чистотел у нас там все время лезет. Тут у меня такие простые отчетки, седумы. Вот. И бадан. Еще один кустик, который я отсадила из того тенистого участка. И вот, смотрите. Уже будет цветение. Вот ему тут хорошо. Я его здесь оставлю, потому что здесь везде дорожки. И он некуда ему будет распространяться. Тут все вычистила. Тут у меня по краю сидят различные кореняшки. Это вот какая-то туя. Это спире. Magic carpet. То, что я говорила веточку. Я вот срезала. Просто делала корректирующую обрезку. И я не выбросила, а сюда прикопала. И вот оно все укоренилось. Тут еще у меня что-то. На удивление тис. Вот ягодный. Это уже второй год. Зеленый. Это айва. Айва уже. Какие-то цветочки. Сюда протянули. Чтобы можно было все здесь поливать. Чтобы туда доставало. Вот смотрите клематис. Который у меня очень сильно растет. Сейчас я вам покажу его детку. Дальше. Так. Малину сегодня почистили. Тоже. Вот эта вот та веточка, которую я оставляла. Вот. Вот цветение. Тут все вычистили. Кое-что пересадили. И идут дальше. Вот смотрите. Веточку клематиса. Тут несколько веточек у меня было. И я думала, что он пропал. А нет. Клематисы такие. Эти. Идет ветка. Значит. Уже покупать не надо. А тут клематис мне очень нравится. Он очень такой. Хорошо цветет. И развивается. Очень хорошо растет. Вот. Здесь я привела все в порядок. Огурцы. Тоже посадила. Ну и что хочу вам сказать. У нас здесь огурцы. Вот так они стеной растут. Обычно, да. И тут действительно стенка получается. И здесь, с этой стороны, ничего не растет в тени. Но я нашла культуры, которые растут все-таки здесь. Вот смотрите. Спаржа. 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 Она же получается. Боже, что там с птицами творится. Спаржа. Сбор получается сейчас. В это время. Огурцов еще нету. Поэтому здесь солнца много. Спаржа. Нужно солнце. Весной и в начале лета. Этого достаточно. Потом и скульптур. Что у меня еще здесь. Ну, с левой стороны. Это травы. Это тархун. Тут. Это вообще с другой стороны. Потому что тень. Мелисса и мята. Вот они тоже очень хорошо себя здесь чувствуют. Даже когда тень. В принципе, нормально. Но сейчас очень ценная вот эта вот молоденькая листва. Как раз можно заготавливать. И в тени у нас растет вот еще хрен. У нас тут, я же говорю, вот так стена из огурцов. Потом здесь яблоня. Тут виноград. И получается же здесь теневой участок. Но эти культуры здесь нормально себя чувствуют. Даже огурцы я с этой стороны, когда высаживаю, они потом плохо растут. Только с той стороны. Там, где солнце полное. Горох. Я вам показывала. Клубника так пока. Кабачки посадила. Ревень. Кстати, тоже тени растет. У нас тут теневой участок. Сейчас пока солнце. Потом виноград даст листву. И тут будет тень. И он нормально себя чувствует здесь. Очень хорошо. В общем, итог какой. Все посажено. Огород полностью высажен. И очищен. Я иду в сад. Громко не говорю, потому что везде соседи у нас шевелятся. Ну, в общем, вот такая сейчас красота. Невозможно оторваться от этой красоты. Так бы ходил и смотрел. Но, к сожалению, времени на это нет. Это вообще... Ну, вот так. Цветущие клумбы. То, о чем мы всю зиму говорим, говорим. Вот сейчас все это распустилось. Уже пионы ведь какие. Гортензии уже все в листве. И все цветет. И собирается цвести. Так, вот сейчас все выглядит уже симпатично. И запах гиацинтов. Тюльпаны на солнце раскрылись. Вообще. Вот, посмотрите. Чудо чудное. Вот. Здесь я уже повыносила все горшки. Какие только можно и нельзя. Морозненькие тоже цветут. Все хорошо. В каменистой горке там тоже цветение. Тут барбарисы уже с яркими красками украшают. Сад. Все наши мечты в голове. И рисунки оживают. Вот. Здесь тоже, видите, как все красиво. Вот этот тоже интересный цветочек. Найду название. Напишу. И арабисы все пошли в цвет. Вот эти длинные такие цветоносы. А вот там сейчас попробую наступить тут аккуратно. Вот, смотрите, какой малыш. И арегатный. Еще и цвет такой. Обалдеть. коробку я вам показывала. Здесь тоже скоро-скоро все будет. горка. Вот тут. Вот тут. И артензия. Далее еще и внутри вот такие приросты. Видите, везде-везде там внизу приросты еще. горка. Горка. Что-то уже цвело. Что-то только собирается. вот тут тоже коврики. В общем, когда видишь такую красоту, то лучше ее размножить, если она тем более хорошо ведет себя прямой. красавчики. Сейчас еще раз покажу. Сейчас еще раз покажу. Красавчики. Красавчики. Ну все. Хоть и не хочется уходить, но надо очень много дел. Еще круг мой все-таки я добилась того, что он у меня зарастает. Погоняла там личинок хруща. Надеюсь, что их уже там меньше стало. Все. На этом на сегодня заканчиваю. Всем здоровья, хорошего настроения. До зустричи. Субтитры командир! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Воя надея